Я солдат Жемелинского села Леонидовича, солдат оборудовательных сил Украины. Находюсь сейчас в Донецкой Народной Республике, ну, как в плену, да. Расскажи, где вы сегодня были, что ты видел? Сегодня меня повозили по Донецку, по разбитым селам, по окраине города. Там вообще я не наблюдал ни одной позиции военной. Так, как сказали, тут российские военные стоят. Я тут ни одного не видел. Во-первых, россиянина, во-вторых, ни одной позиции не видел. Бачил те, что люди, просто люди гражданские, живут по подвалам. Вот. Живем с внучкой в подвале. Показать вам подвал? Представляю. Представляете? А я четыре года живу в подвале. Дети ходят, в школу не можуть пройти. За что нам вот это? Что мы хотели отделиться от этих придурков, да сами жить? Так нас теперь рада пылеметами обстреливать. Я в школу дитину веду, по мне снайпер стреляет. Под заборами лежи, пока я до автобуса найду. Они еще кричат, мы вас освобождаем. От кого? От самого себя? Людина тебе задает вопрос, ты не знаешь, что ей ответить. Ну что ты ей можешь ответить, если... Тебе дают приказ, ты выполняешь его. Это надо задать верхушкам нашего правительства. Им надо вопрос, эти их на моё место, сюда, на место пленного. И их так повозить, чтобы каждая людина задала им этот вопрос, что сегодня мне задавали. Зачем это и тому подобное. Что мы сделали плохого? Кому? Да у меня в дверь только 8 градусов приземлила. Ця хата разбила. В подвале в чужом живет. Что бы меня сделал нищим? Я солдат, я не могу на этот вопрос ответить. А то, что тут просто мирный люд. То, что мини падают просто в город. Люди все могут идти собе. Ничего не... На работу, в школу и тому подобное. В магазин просто в аптеку вийти. И мина впадает, и все. Дети бегают и гуляют. Просто прилеты в город. Тут где-то есть наши позиции? Танки? Нет. Я уже вижу, что тут ничего не имеет. Вполне красивый. Тут все хорошо. По окраиням, где мы ездили, там разбито. Прямо шею осколок надпи. Нацизм – это плохая вещь. И фашизм. Зачем же вы идете сюда? Любовь. Вот такая реальность, а не то, что рассказывают нам лишнее. Тут обычные люди, шахтеры, что в Донецке жили, люди спрашивают, задаются вопросом, что вы воюете сами с собой или как? Здесь у вас давно наши земляки. И вы воюете? У нас сегодня гражданская война. Это очень-очень плохо. Разве можно воювать друг против друга? Мои впечатления такие, что безусловная эта война. Мы, я вам скажу так, воюем сами с собой. Ну вот стань перед зеркалом, бей себе в лоб. Вот такая самая война. Мы воюем против обычных людей. Обычных. Мне жалко там, где мы только что были, там где в город прилетало. Дети ходят. Идут себе беззащитно. Тут немае естественных, что ходят там киберы, какие-то россияне. Я тут побачив просто обычных донбасовцев, шахтеров. Таких людей. А нам рассказывают, что тут чеченцы и тому подобное. И Россия. Не знаю, я такого тут не побачив. Тут я побачив обычных людей, таких, как и мы. Нема смысла воювать.